Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 20 глава, с 17 по 21 стихи. И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение распятия, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Заведеевых, сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сие два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Толкование блаженного Фефилакта. Сыны Заведеевы думали, что если Господь пойдет в Иерусалим, то сделается царем земного царства, так как часто слышали от Него слова «Восходим в Иерусалим». Посему они увлеклись человеческими помыслами и заставили мать подойти к Иисусу, стыдясь явно приступить к Нему сами, хотя тайно и подошли к Нему. Вот это толкование, когда люди слушают, дальше-то можно было бы размыслить. Переносить надо все на сегодняшний день. Если просто одни знания, то для чего мне это, если я применить его в жизни не могу? О чем они заботились? О христе они вообще не думали. Это никак не вмещалось. Как это так распнут? Будет все так? Даже никакого внимания нет. А вот царство, и в этом царстве какую роль? Это все так и осталось. Одни бьются за Великую Россию. Вот все Россия, Россия. И не видят, что все идет к другому совсем. Что тут враг у ворот стоит. Господь говорит. Охружит Иерусалим там все. Если пришел Наполеон, значит, Франция, Франция, Франция. Если какой-то женщина, Польша, Польша, Польша. То есть это вот все абсолютно идет с повторением. Но как-то это у людей не увязывается. Изучают историю. И нужно показать, что это все уже занаряжено. Этого нельзя обойти, не объехать никак. Ну а может мы по-другому будем. Чтобы Христос мирно пришел. И не было огненной реки. И не было суда Божьего. Нельзя. Это план. Вот идет проекция. Все сравнивают. Вот тень. Тень на земле. Вот она видит, какая расплывчатая. Какие пальцы. И вот приближаются. Сроки проходят ближе и ближе. Оно видит более четкое. Картина более четкая. Все. Ну тут не видно. Допустим, даже вот на этом вот. Показать. Вот оно уже. Сначала расплывчатая. Теперь четко и вплотную совместилось. Вот все. Теперь наложилось. Все. История кончилась. И времени больше не будет. Часы мировые. История остановились. Было время доисторическое. Пока ничего не было. Просто вневременность. Началась история мира. Адама Бог сотворил. И наконец это закончится. Мировая история. И начнется поисторическая эпоха. Или как называть ее. Вне времени. Времени больше не будет. Все заключается в том, чтобы человек, получив жизнь в эту коротенькую, коротенькую, но 70 лет. При большей крепости 80. Ну даже не 80. 969. Мафусаил прожил. Но все равно все это кончилось. И дальше тебе какая разница, какое тут царство будет. И все лущит лучшую политическую систему. Депутатов сколько. Такие громадные средства. Ни один там не нужен. Достаточно, чтобы было у него хотя бы человек 7 советников по разным областям. Ну может больше 70. Ну не 700 же. И какие-то льготы все это им дают. А они пустоголовые большинство во всех странах. Натравливает Америка там, захватывает. Придирается ко всем. Прикапывается. Прям привязывается. За океаном находится. А решает, что в Ливии, в Сирии где делать. Ну ты посмотри. Это занаряжено от Бога. Да, действительно. В тех странах живут хорошо. И тоже там есть люди, которые справа слева от своих президентов. От своих шахов, шейхов, императоров. Но главное-то. Не для этого человек живет-то. И Господь вот этими воинами, вот этим американским вмешательством, вот этим советским тогда было везде, в Анголу, везде лезли на Кубу. Бог не дает людям окончательно прорасти в земное. Когда человек делается землею. Раслилась земля, когда говорится в Библии. Это не земля. Земля не может раслиться. Еще одна раслиться-то. Только что человек воды нальет туда, грязи своей грязи сделает. Значит, смысл в том и заключается, чтобы понимать историю. Ты не знаешь, чего просишь. Ну а молятся люди, да, молятся. Господи, спаси власти и воинства их. В каждом храме сегодня власти и воинства. Да вы от них больше всего страдаете, от властей и воинства. Такие у нас недра богатые. Вот как-то живем плохо. Да потому что плохо для Бога. Но надо быть довольным тем, что у тебя есть. И все уже хорошо. Особенно счастлив. Тот, у кого что-то нету. Купил самую дорогую машину. Но маленько не хватает. И уже все, он бедный. Колеса одного не хватает. Там еще что-то. Какой-то части карбюратора. А у кого ничего нету, он доволен. Поел, Бога благодарит, пошел на работу. Все на этом закончилось. Он доволен. Быть благочестимым и довольным. А слева, справа. А какие там опасности. Завистники. Стреляют друг к другу. Вот это особенно. 90-е годы-то. Что там где было-то? И вот это прочитал когда. И ты, кажется, еще особенно-то тут только, ну, это история о Христе. А она повторяется. Это взять надо к себе. Ты не знаешь, чего просишь. Ходотайство перед другом. Взятку дают. Смотришь, губернатора посадили. Везде все. А что, кто-то хотел слева или справа быть у губернатора? Давал взятка. Он позарился, хапанул и не проглотил. С кем-то не поделился. Вот и все. Оказывается, вот такое место, которое как будто бы, ну, просто для знания дается. А на самом деле оно копируется ежедневно. И нас предупреждает Господь, не делайте это. Вам не надо слева и справа. Тем более от Бога это не зависит. Если уж от царствия идет. Даже от Бога не зависит. Назначено кем? А назначено от того, как ты будешь подвязаться. Даже Бог здесь не может так. Ты мне нравишься. Голубые глаза сюда. Это черноволосые. С другой стороны будет. Не так это все. И поэтому Священное Писание, вникай в каждую букву, в каждую запятую, в каждый знак. Почему Господь сказал, не исчезнет? Потому что меняется смысл от этого. Что там, тире стоит или двоеточие? Вот в чем смысл-то. Вот меня другой раз спрашивает. Ну, в любое место Писания открываете, и вы даете толкование. Неужели вы все время правильно даете? Мне даже думать не надо об этом. Я знаю, что правильно. Что за самоуверенность такая где-то? Да потому что святые отцы это все уже получили. В две тысячи лет над этим трудятся. Я взял готовое. Я потратил годы, десятилетия, сорок лет изучал. Сколько-то университетов было бы. И вы уверены, что именно так будет? Зачем уверены, когда большая часть уже прошла? А то начинают одиннадцать книг неканонических, они не нужны. А зачем нам Златоуст, Блаженов и Афилах? А зачем нам канон, они устарели? А жития, да там все не такое. Я знаю, что говорят попы, что сектанты говорят. А ты покажи смиренно мудря. Не слева и справа лезь. Так судят от имени Бога, как будто до него никого не было. Вот сектанты часто говорят, а что вы нас судите? Перед своим господином стоит раб. Или падает. Судите, это вы судите. Вы осудили церковь всю. Лютер 1500 лет, 1517 год. Он все смел со стола, как будто не было толкователей до него. Ни одного собора нет. Лютер теперь главный. Появляются баптисты, адвентисты. Как будто до Елены Уайт никто не знал ничего. Но они не знают писания. Начинают там как правильно здоровый образ жизни вести. Да каждый день эту нудную рекламу для инвалидов, для пенсионеров. По радио гонят, он радио Россия. Это обманывать. Вытягивать деньги за безделушки где-то. А для чего? Все, здесь у самой уже жизни слева и справа команду где-то. Это не о Христе только речь идет. Ты расширь это понимание. И ты поймешь пустое все это. И ходатайствуют за нас. Мне не надо, чтобы за меня кто-то ходатайствовал. Мне главное знать, дать людям, что мы есть. Почему я взял за эпиграфство своей деятельности? Матфея 22 глава. Я посыльный. Я зову на брак. А мои книги это только пригласительное. Как сегодня дают. Приглашаем на встречу с губернатором. Я приглашаю на встречу со Христом. Так а вам что, все равно придут или нет люди? В общем-то да. У меня в задачу это не поставлено совсем. Ну а вы говорите, а люди не обращаются. Да от меня это не зависит. Сеющий, поливающий, ничто. Ведь не зная этой фразы, я бы теперь переживал. Я стараюсь, я еду, я даю, а никто не обращается. А мне даже никакой. Я по-прежнему веселый и радостный. Я говорю, я их пригласил. Христос умер за наши грехи. Он ждет вас. Он ожидает твоего покаяния, рождения свыше. А он не приходит. От меня не зависит. Я не бьюсь все слева и справа за то, что я многих обратил к Богу. Вот такое маленькое место, как бы. А сколько оно нам дает. Вот как надо смотреть Писание. А зная общую конструкцию толкования, я могу любое место Писания втиснуть в эти рамки. Да, самое главное, что чтобы ни одно место толкования не противоречило другому месту Писания. А у сектантов у них одно другому противоречит, они не видят. Они не понимают, что поклониться кому-то это нельзя людям, нельзя. Петр сказал, я тоже человек. А что впереди пророки кланяются друг к другу, они это ноль внимания, у них узкий сектантский взгляд. А мы православные. И любое место Писания вот прочитали, я вам могу взять на сегодняшний день и конкретно сказать. Не заботьтесь об этом. Весь мир приобретешь, а душе повредишь. И все на этом успокоился. Как-то у вас все упрощенно больно. Да, упрощенно, Бог так и сделал. По этой коробушке помаленькой. Оно как раз смещается. Я окружил тебя животными, Господь говорит. Всем радуйся, обложил тебя, подкладывал самую лучшую пищу тебе, как пророк говорит. Благодари Бога, что желудок еще у тебя работает. И тогда жизнь наполнится иным смыслом. Ты не будешь смотреть на это. Не игра, мы здоровье там, вот только об этом знать. Да, вот коленка не дает повернуться. Ну и что? 74 года, что хотел-то? Эти колени столько исходили, их столько били, морозили. А они еще ходят. Все, успокоился, благодарю тебя, Господи. Я говорю, ни одной таблетки сейчас за жизнь я не съел. Не думаю, что я не съем. Так а больно. Ну и что больно? Боль это страдание. Страдание заставляет Бога искать, прибегать и благодарить Бога за боль и за страдание. Я включил свою молитву за радость, за улыбку, за скорбь, за слезы, за все благодарю Бога. И поэтому у меня огорчений вообще никаких нету от того, что не такая погода, не такие друзья, люди. Внутри себя я это быстро переначиваю на другой лад. Во свете Библии смотрю. Вот и все. Вот он, смотри, пригладил его, вот он новенький, только еще родился. А он уже на шаг не отходит. Почему? Он ласку видит. Я его не гоняю, я его на руках затаскиваю, я утром должен сходить в туалет. И он уже ходит, уже нигде не пачкает. Да маленькое такое дело, оно радостное. Хороший снимок у меня фотоаппарат, брат Виктор вот сидит рядом, дал. Фотоаппарат-то такой, как бы, сам мыльница, но для меня он хороший. Я везде шнырю тут по полям, пейзажи разные делаю. И мне это интересно. Интересно просто. В любом возрасте надо найти свою ячейку. Трудиться. Я знаю, приеду, чем заниматься. Большой материал фактически о поездке. Не менее 60 роликов, полновесных, по одному гигабайту будет поставлено. 1400 фотографий, а теперь уже намного больше. Людям интересно. Ты сам будь интересен. Какой тебе смысл слева, справа? А уже Бог определит, где мне быть. Вчера мы вот все трое причастились к животворящей христовых тайн на литургии. Здесь же, в Потеряевке. Вот сегодня у нас 29 августа. А вчера об успении Божьей Матери, преблагословенной Девы Марии. Видите, я никуда не иду. Ну, я знаю, что вера православная со многими искажениями сегодня, с этими мощами, с мироточием и иконами, замучились. Но к уйти я никуда не могу идти, потому что там нет рукоположения. И когда я открытым текстом говорю, все, ну как так вот? Когда началось вот этот так называемый акт в каноническом признании, я заранее сказал, теперь только московскую патриархию сонутся, вот теперь они будут определять, кому слева, кому справа. Они будут давить и душить и истреблять все до одной общины. Так и получилось, мы одни остались. Теперь они убеждают Илариона, чтобы он сбросил нас. Ну а что, от Илариона сегодня мы ничего не имеем, кроме радости. Мы в любви с ним. А он завтра скажет, вы мне не нужны. Ну он так не скажет. Ну скажет, что передаю я на два минета. И что он скажет, мы не нужны? Мы нужны друг другу. Мы до смерти будем молиться за него. Так а вы не огорчитесь, что вот у вас теперь как бы нет епископа. Как нет епископа? Мы признаем весь московский патриархат, но под руководство его не пойдем. Здесь негде будет причаститься. Батюшка умрет. Там будем причащаться. Но пойти туда не пойдем. Нас никто не примет. Вот такие, как мы есть, мы никому не нужны. Потому что все места слева и справа не распределили. Как старобрядцы там, вы, еретики. А сами не писание не знают ничего. По четырьмя анафемиями живут. Анафемиями от Бога. И дуются. У нас вот есть тут, потеряевки старобрядцы. Даже на занятия нигде не желают идти. Почему? Самомнение. Высокоумие. Почему он думает, что спасется, когда нет общения с ближними? Вот одно местописание, и как оно расширяет, ежедневно показывает, заботится надо о другом. Так я взял-то место такое, которое вообще, кажется, никуда не прилепишь. Никуда. Надо смотреть по-другому. Вот я маленько затормози. Вот посмотри, вчера письмо получил какое-то. Это в строку войдет. Слух, прочитай. И буквы не пропускай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешникам. Мир вам. Не знаю, как обратиться. Это, почерк не пойму, официальная, Игнать Тихонович, не для сегодняшнего откровения. Мне всегда хотелось назвать вас отцом, потому что вы родили меня во Христе Иисусе. Я ничего не знал ни о Боге, ни о вере, ни о Библии. Вы открыли мне этот новый, чудный, таинственный мир. У вас много детей. И о всех вы печетесь и заботитесь, и как на руках несете нас своими молитвами. Как переживаете о каждом из нас, как вовремя приходите на помощь. Я очень благодарна вам, что указали мне на этот стих в Библии. Я его не знала, да и к себе бы не применила. Это было как шок в первый момент, как оправдание. Я же этот пост строго постилась, похудела на 7 килограмм. Размышления и анализ моей жизни привели меня в ужас. Блудница-прелюбодейка и гора других множество грехов, не сохранившая своих белоснежных одежд, глупая, жестокосерная, немилостивая, обидевшая стольких братьев и сестер своим невниманием, не имеющий любви к ближним, к животным, стыдно и больно молиться Николе Чудотворцу. Прошу его святых молитв обо мне жестоковыной. Возникло чувство вины перед всеми, особенно перед вами. Я всегда чувствовал эту заботу, внимание и доверие, которое не оправдало. И когда вы рядом опустились на колени, меня пронзила мысль, Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи. Вы мне это показали. Меня охватил такой страх и стыд. Нарушила заповедь. О том было занятие. Я читал о Крестном Пути Божьей Матери за Иисусом Христом на Голгофу Геннадия Фаста. Ее боль пронзала мое сердце, без слез не могла читать. И стала просить сестер помолиться обо мне, что нарушила основную заповедь. И как вы показали мне на это. Простите великую грешницу, что и в этот момент думала только о себе. Не подумайте, что оправдываясь, но все это выглядит как предательство. И хорошо, что батюшка сказал, что можно поклоняться и человеку на исповеди. Глупая, опоршивившая овечка просит ваших святых молитв. Господь милосердный продляет жизнь для покаяния и даровал мне покаянные слезы. Слава Христу! Ну ладно. А тут уже о наших письмах. Понимаете, когда спрашивают о чем-то, а как узнали, а как вам было открывание молитвы? Связь с Богом. Если этого нет, как златоуз говорит, я все узнаю, что ты не молишься, я тебе заранее скажу вперед тебе твою жизнь. Ты ничего великого не сделаешь. А что значит великое? Великое то, что человеку смертному это просто невозможно сделать. А Господь это сделает, потому что ты доверяешься Ему, и Он тебе помогает, и Духом Святым все. Вот как это бывает? И главное, говорит, ну он сделал, забывая заднее, простираясь вперед. Вот Павел говорит, ну если у тебя память хорошая, как говорят, феноменальная, да как ты можешь забывать? А вот Бог дает, забывается все это дело. Я сидел в камере с главным рыбаком Алтайского края, Сивер Владимир Митрофанович, директор рыбокомбината. У него все секретари, первые тогда секретари крайкома партии, Аксенов были, там космонавты, Герман Титов, Севастьянов. Любят все рыбку-то на охоту походить. Ну а потом его арестовали, арестовали, он как называют, за паровоза, за главного. Там первые секретари были, крепко их тогда начали шерстить. И он со мной сидел в одной камере. Я свидетельствовал, ежедневно вел занятия. А когда он выходил на суд, а я еще сидел там, наши в это время, я дал знать, наши тоже приходили на суд, и кое-что сумели ему там дорогой сунуть, перевезти-то. С его женой Ниной Ивановной нас познакомили. Сивер, село Мамонтово, Алтайского края. Она ходатайствовала за своего мужа, едет в Москву, живет на вокзале. И наши быстро определили, дали ей адрес моей сестры, родной моей сестры, ну, свекровка в Москве, Бурякова, там, Александра Федоровна. И там ее приняли как, ей это место выделили. Она ходила, ходатайствовала, там уже 14 лет тогда, высшая там мера почти была, накатили. Она до того была этим тронута, и потом она вернулась и заболела. Она сама-то такая, убедная была женщина, вот. А меня в это время освободили уже, и она теперь рассказывает. А вот я забыл это все, как будто не каждый же день я в больницу хожу. Господь, говорит, дает забвение, я говорю, не прилагай ничего тут, ничего особенного нет. И вот я, говорит, в реанимации была, и открыла глаза-то, я даже испугалась. Лежу что-то передо мной, волосатая, бородатая, на коленях стоит. Я не помню это. То есть я стоял у ней на коленях перед ее адром, где она лежала, и молился. А ну а дальше, как у ней началось все это просветление, это она потом рассказывает, ее голос у меня записан на магнитофон. Вот как. А муж-то у нее такой достиг, там слева-справа от первого секретаря, и с секретарем такая была мясорубка, давили всех. А здесь ничего нигде нету, ищет, выискивает деньги, нигде ничего нету. У меня все-таки в руках были деньги. Если я 72 рубля в месяц получал, как сторож, а один магнитофон 320 рублей стоит, а их магнитофона пористовали у меня сразу до 15, ну-ка умножь эту цифру. И плюс, я если 250 оригинал только пленок, 2500, я говорю, 250. Это вообще не расскажешь. 2500 часов, часов. Вот. И это все изъято было, это громадная сумма, и они искали где-где деньги. Ни рубля нигде не нашли. Ну и поняли, что это ненормальный человек. Такие деньги, а живет такой бедностью. У меня даже конфисковать ничего не могли. Ничего. Одни доски, вот такие вот, нары. А потом, когда уже, так они чуть не друзья сделались. И следователь принял крещение и приезжал на дом, и книги приобрел главный, кто арестовывал, полковник КГБ, начальник тюрьмы, умер по-христиански. Видите, как Бог все делает, когда ему доверяешься. Я назад оборачиваюсь и гляжу, вот эта вот душа, которая пишет, это одна из самых близких сестер. Она не наговаривает на себя, но такое ей Бог дал покаяние истинное. И таких я писем-то сколько получал. А будь я даже Наполеоном. Наполеон на острове Елена не получил мне нового письма. А я в тюрьме был, в лагере, и меня письмами завалили. И из Японии, и Америки, и там Шотландии, и ООН. Даже ООН ходатайствовали, из ООН. Вот и все. Видите, даже с такими главными людьми мира сравнивать не приходится. А я там плыл, кажется, распростерши руки поток Божьей любви. Слева-справа не надо заботиться, где быть. Высокая должность, маленькая. А ты Бог, быть бы такой, мне в партии говорили тогда коммунисты. Даже КГБ знает, что у меня такой строгий порядок. Вам бы только в наших органах работать. А еще я и в этих органах работаю. Вот вожусь, вот и моя паства. Видишь, какая. Я смотрю на него и говорю, он такой щеки у него, на Евдокимова похож. Да еще кусать пытается. Давай. Евангелие от Матфея, 20 глава, 22 стих. Иисус сказал в ответ, вы сказал в ответ, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь. Они говорят ему, можем. Толкование. Оставившим мать сынов Зеведеевых, Господь говорит с самими сыновьями ее, дабы показать, что он знает, что они заставили мать говорить с ним. Он говорит им, вы не знаете, чего просите, ибо то, чего вы просите, превыше ума, превыше самих ангельских сил. Вы стремитесь к славе, а я призываю вас к смерти. Так говорил он им, желая отклонить их от таких помыслов, а предлагает вопрос не по неведению, но желая, чтобы ответом они по необходимости обнаружили свою тайную болезнь и постарались исполнить обещание. Чашу он называет свои страдания и смерть, вместе с этим показывает то, что как легко выпить чашу, так можно нам не бояться идти на смерть за Христа. Кроме всего показывает и то, что он сам с радостью идет на смерть, как тот, кто испевает чашу вина, скоро засыпает, отягченный питьем, так и испевающий чашу страдания погружается в сон смертный. Смерть свою он называет крещением, потому что ею он совершил очищение наших душ. Они дали обещание, не понимая того, что говорят, и обещая все, только бы получить желаемое. Толкование закончилось. Вот это вот перед Богом, непросвещенность ума, почему апостолы-то такие были, еще не было крещения Духом Святым, еще они не были движимы Духом Божьим, а человеческий опыт он заводит в такие дебри. Вот вчера у нас занятие было, и Господь на кого призрю, перечисляет, на сокрушенный Духом и трепещущий перед словом его. В русском языке сокрушенный Духом, а в русском языке слово молча, это в церковно-славянском молчание, даже разные вещи-то. Сокрушенный Духом, вот сокрушенный Духом, вот письмо. А молчание, она бы молчала, письма вообще нет, это абсолютно разное, молчания, ничего нет. А сокрушенный Дух вызвал покаяние теперь, и может быть не одну душу, вот как надо. Это говорит не кто-то, который у нас в общине уже больше десяти лет. И вот здесь Господь все это разложил по местам. О чем надо заботиться? Просить у Бога разумения слов Его. Не давать обещания ни Богу, ни людям, не связывать себя этим. Если оно невыполнимо и не знаешь, о чем речь идет. Тут бывает иногда человек придет, а уже солнце к закату, а у меня порядок такой, я должен его выгнать уже. Иди домой, чтобы по городу-то не идти. Никак. Ну, останешься, сейчас стемняться, я тебя не выпущу, запру дверь и ключ спрячу. Ты подвергаешь жизнь опасности-то. Я знаю, о чем говорю. Да я обещал мне домой там. А зачем же ты обещал, связывался бы? Я ни разу никому не обещал. Ты добавляй, если угодно, Господу будет. И вот начинают, а другие беспокоятся. Ой, его нет, да что, где ищут, звонят. Это все пустое, это так, Микину перебирают. Живите свободно, ничего не обещай, но делай на пределе. И чтобы у тебя был график перехода с одной работы на другую. И что нужно делать, мгновенно нужно, сразу. Нигде ничего не обещать. И я и не обещал. Если я и не приду, никто ждать не будет. Но узнав, что там кто-то есть или приехал где-то, я мгновенно должен вычислить. Вот сейчас наводнение, Амурская область, Хабаровский край, автономная еврейская область. Ну и что? Ничего мы собрались тут, рассудили. И чем мы можем помочь этим людям? Чем помочь? У них все смыто, ничего нету. Ну люди говорят, что денег послать там. Государство даст им денег, уже выделили там, может быть, 10 миллиардов, больше будет. Люди этим есть, может быть, которые такие, как мы, верующие, православные. Им негде жить. И мы предлагаем переехать сюда. А наши, не знаю, я написал, куда написать, губернатору, МЧС. Они взяли, послали в монастыри тамошние. Это то, чего не надо было делать. Это вчера мне сообщили они здесь. Приписку сделали. Ну, конечно, мне неприятно это, сделали не так. Ну и тут и губернатору послали. Но за этим что-то есть. Неверующие никогда не подойдут. Я подумал, они ошиблись, а может быть, это и надо было. Может быть, там кто-то расположенный, и мы там в прошлом году проезжали, и они уже о нас знают. Тем более, уже оттуда люди приезжали, смотрели эту местность. Ну, приезжали староверы, и они упорные такие. Им это не надо, мы не ханьяни там, они начали прикапывать все. Мы говорим, да вы сами собой живите. И может быть, как раз эта епархия, это Биробиджан, она, может быть, и донесет до дела. Теперь надо маленько молитву туда направить, чтобы они были расположены, сделали то, что надо. Вот как. Потому что от нас сокрытый конечный результат того, что делается сегодня, и что мы сами делаем. О результате Бог не дал мне заботиться. Он сказал, будь верен до смерти. А устаю я или не устаю? Устоял, вот я вышел и есть. И надо уметь вычленить главное. Вот сегодня, допустим, в Москве, он сейчас не в Москве, а где-то он там, священник, отец Глеб Якунин. И на него столько поношений. Он был депутатом Государственной Думы. Он исповедник. Ему семь лет далее он сидел. Он такие тайные коммунистов открыл. Доклад Фурова опубликовал. А его даже внимания никакого не бьют, дергают, крест с него встревает. А как вы на это смотрите? Я смотрю, как на обезумевших. Как распятие Христа. Отцу Глебу Якунину нет равных в России сегодня никого. И может даже во всем мире. Почему? Он исповедник. Столько претерпел. Годы советской власти. А потому что советской власти нету и сегодня не сажает. Тем более, он священник. Москвич столько знал и сумел этот доклад добыть и опубликовать. Во всем мире, как архиереев в патриархии ставят органы КГБ, КПСС. Пятый отдел КГБ, патриархия. Это он все сделал. А теперь я-то повторяю уже слова его. И к нему ни почтения, ни уважения нет. Я втискиваю в эти все слова. Думайте, что будет. Сможете ли пить эту чашу? Он ее выпил. Он вышел. Он не отступил. Ему обещали полсрока убрать. Только сказать, каким образом? Тайная. Тайна из ЦК КПСС попала ему в руки. Он никого не выдал нигде. Это герой веры. Я говорю об отце Глебе Икунине. А остальные-то что говорят? Такой был в Румынии Ричард Вурмброд. Он не православный. Но это герой веры. С женой сколько они перестрадали. Я с ним переписывался. Он начинает там поносить, говорить, не знаю, ничего не понимая в этом деле. Но он там говорит так. Тебе зачем это? Он исповедник. Запомни. Он исповедник Христов. Он имеет право ходатайствовать за отпадших. Я имею право ходатайствовать. А вы не имеете права. Вот и все. Надо смотреть, вычленять, уметь самое главное. Не прикапывается к какой-то мелочи. Да так. Да. Царь и пророк Давид это уголовник. Царь и пророк Давид достоин смерти не однажды. Чужую жену отнял. Смерть. Убил мужа. Смерть вторая ему где-то. В семье Яролаш. Брат насилует сестру. Другой брат режет глотку ему. Потом сын восстает. Царство отнимает. Он никакой семьянин-то был-то. Где-то. Но. Будучи обличаем. Он не стал милые подпорки подставлять и оправдываться. Что она красивая. Мало ли еще. Когда женится на другой жене. Что там не говорят. Наполеон. И тот нашел еще оправдание себе искать. А Давид говорит. Я согрешил. И мгновенный ответ от Нафана. И Бог простил тебя. Но дитя умрет. Без наказания Бог говорит. Не оставлю. Псалом 88. 33 стих. Просто надо научиться. находить место. Не то что подходящее. А именно это. Которое надо. Давид. Царь. Давид. Пророк. Давид. Псалмопевец. Мы не знаем Давида-блудника. Мы не знаем Давида-убийцу. Почему это прощено. И оно ему не помянется. А ты еще поминаешь это. История это сохранила. Он был страшно жестокий. По сравнению с ним даже Гитлер лучше выглядит. Сталин лучше. Он пленных под молотилки. Одну часть выделял со скалы. Сбросил других в обжигательных печах. Освенцем. Зачем ему надо было это? Но его за это Бог не упрекает нигде даже. А сегодня. Вот он. Геноцид. Еврейский. Еврейский фашизм. Он пророк. Он царь. И он правотец Христа. Вот это. Потому ни один, которые больные-то не кричали. Иисус сын Давидов. Они не говорили. Иисус сын убийцы. Сын блудника. Ну научитесь правильно читать Писание. Лот вышел за черми. А потом переспал с ними. Но его не упрекает нигде Писание за это. И ты поэтому не упрекай. Да было такое. Да. Не знал свойства вина. И выпил. И проще это. И он остался среди тех, которые поставлены в пример. Не надо человеческими мерками мерить положение. А Авраам отрекся от Сары. Да, отрекся. Она сестра. А египтяне очень жестокие. Они убили бы его и ничего бы не было. А так Бог заступил Сару. Вызволил из плена. Ты понимаешь, как Златоуз говорит? И вот это все мы находим здесь. А ты будешь пить чашу? Подожди. Сиди спокойно. Я всегда говорю, сиди, не рыпайся. Тебя еще не намусолили. И вот начинает там против власти махать руками. Ты молись. Да они продажны все. И евреям отдали, разворовали. Я знаю, не хуже тебя. А ты евреев благословляй. Благословляющий будет благословляющий. Я благословляю, у меня везде благословение. А вы проклинаете? Вы как проклятый шатаетесь из-за голову в угол. Вот я говорю тем, которые там патриоты русские. Да Путин такой. Я за Путина должен молиться. Он все запутал здесь. Ну и что? Мне дано указание не распутывать, а молиться. Я ежедневно по нескольку раз молюсь за Владимира, за Дмитрия, Барака, за Лукашенко, за Рамзана. У вас как-то все так, ладно вы. Мне это в интернете говорят. Да ладно, я подчиняюсь воле Божией. Чашу, которую дал мне Господь, она была легкая. Крест легкий. Я сумел перенести. Ко мне были расположены начальства. Меня лишний раз, ну руки больные там, выкрутили. Ну подумаешь, руки, но они у меня целые. Целые, да, больно. Ну а что? Без боли не спастись. Без боли не рождается ребенок. Я знаю, что это должно быть так. Это одно место, только Писание. И у меня все время, любое место Писания, оно как бы фейерверком идет на мою жизнь и на ежедневность. Ежедневность, сегодня. И я благодарен Богу. Так что, у вас здоровье такое железное? Хорошее у меня железное здоровье. Хорошее. Главное, главное, желудок переворает пищу. Главное. А голова болит? Никогда не болит. А болела когда-то, было когда-то болело. Я не стал ложиться днем спать. И в этом, да, больше ни разу она не болела. Никогда днем не ложитесь. Усталый, часа через два после еды, когда уже 60 лет исполнись. Немножко, вот так, 15 минут посидите, даже можете заснуть и подремать. Никогда голова не болит. Вообще, этого не знаю даже. Вот и все лекарства, я это сам нашел. Нашел. Главное, благодари за все Бога. Вот тебе чаша. Это моя чаша. Я ее пью. Пью и черепки облизываю. И благодарю. Как по силам все это мне. У меня друзей много. Как говорится, море. А врагов океан. Но ни один враг нигде, ни разу не сумел показать по священному писанию, что я не прав. Ни разу. Еще ни один. Просто так говорить. А ты так сурово, там все у тебя, военная дисциплина такая где-то. Но ты покажи, что писание говорит не так. Да вы в точности исполнить все написанное. В точности. Я не разбираю большие и малые грехи. Пояс, значит пояс. Внешне, внешне. Я встану рано, мы встаем в 4.40. Семикратно в день прославляю тебя. Не меньше семи раз я должен на молитву встать. А одна молитва это три святые и сто поклонов. Семь минут. Даже в дороге мы это исполняли. Я один раз прочитал и сразу вмонтировал свою жизнь. И не спорить. Это чаша моя, я ее пью. Эти слова, а то что-то ко мне Господь сказал. Но так как я слева справа не мащусь, не леплюсь оттуда. Мне это легко, я не огорчаюсь. Вот как. И удивляется. Вы все писания знаете так. Я знаю конструкцию. А остальное уже на этом наращивается. Я знаю, что одно место не противоречит другому толкованию. Вот это я точно знаю. Но остальное, так как святых отцов много читал, каноны знаю. И поэтому ошибка исключена. Я проверяю многократно по творению святых отцов. Обязательно во свете Библии. Я и со златоустом, с соборами могу не соглашаться. Я находил такое. Но там, где со златоустом не соглашаюсь, написано творение, приписываемое златоусту, из разряда спурио. Я насчитывал двенадцать томов. И в житиях святых я не выпустил ни слова. Ударял в колокол. У меня рукомойник висел. Колокол. Вот так. Считай еще немножко. Евангелие от Матфея, 20 глава, 23-24 стихи. И говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Толкование. Я знаю, что вы пострадаете и умрете. И это действительно так случилось. Иакова убил Ирод. Иоанна осудил Троян за свидетельство истины. Если найдется человек, который испевает чашу мучения, будет иметь и все прочие добродетели, то он получит дар, потому что дар приготовлен для трудящегося, подобно тому, как и венцы приготовляются для ротоборцев. Так если бы при открытии конского состязания в присутствии раздаятеля наград царя явился кто-либо, не участвовавший в Рестании и сказал ему, дай мне венец, хотя я и не участвовал в Рестании, то царь сказал бы ему, я не могу дать венца даром. Он приготовлен для того, кто бежал и одержал победу. Так говорил им Господь, имея в виду степень их понятий, ибо они не знали, что когда Господь сказал и о сидении на двенадцати престолах, то разумел будущую славу, имевшую открыться им за добродетель. Знаете, у них понятие-то какое было, все от непросвещенности духом святым. И Господь это все выворачивает. Просили по левую, по правую сторону, а о царстве небесном даже не помышляли. А Господь их поворачивает разум к небесному. Они думали, что здесь будут министрами, к ним будут все обращаться, но они видели, как князья живут, как малые дети. Разумение-то было плотское, но постепенно просвещался разум, видели, Христос не царь здесь на земле. Если бы был здесь царь, то мои подвижники-то все эти слуги, друзья-то подвязались бы за меня. Если царство мое было от мира сего, царство не от мира сего. И поэтому мерками мерить то, что в мире в этом, вот он, человека только угугодил, космонавт, ему теперь машину дали, квартиру. У нас наоборот все отнимается. И то, что отнимается, за это будет награда дальше. У нас другое поприще. И Господь вот эту попытку исправить их здесь почти неудачно закончил. Но они так ничего и не поняли. Это разумение начнется со дня Пятидесятницы в Духе Святого. И когда сегодня люди не понимают что-то, я могу сказать только, определить, ты рожден свыше или нет. Если рожден, второй вопрос. Движим ли ты Духом Святым? Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Если этого нету, я тебе не могу это вложить. Я тебе говорю, у тебя все время искрит. Ты не согласен. Ты будешь спорить. Я все время как бы разговариваю с кем-то, и как бы тот мне задает вопрос. А вы никогда не спорили? Я даже не знаю, что это такое. Святые отцы сказали. Я сравнил и увидел, что они мудрые. И мне это никогда не додуматься бы. Я священников иногда спрашиваю, скажите, вы православный? Ну как же, я православный батюшка. А что самое ценное в православии? Он не знает. Он, если трупопоклонник, он ищет трупы, мертвые тела. Не обижайтесь на это слово. И где труп, там соберутся орлы. Ничего тут особенного нет. Но он не может сказать. Он думает, иконы, еще что-то. Но на самом деле, я говорю, самое ценное, что у нас есть, это священство. Рухоположенное, законное. Вот вы даже этого не знаете. С чего в сектах нигде нету. Православие возвышается над сектами именно тем, что у нас есть вселенские поместные соборы, правила святых отцов. И толкование, все, больше ничего. Мы ничем больше не можем похвалиться. И мы стараемся дать сектантам показать, что без этого они нищие. Они и не церковь. А он священник, он этого не знает. Он думает, самое ценное, это храм. Храм, храм, храм. Храм это камни. Самое ценное, все во всем этом, что есть, это спасенная во Христе душа. А она может быть спасенная только в церкви. А церковь там, где есть от апостолов, хиротония, рукоположенные священники-пастыри. И все. И в этом. Так, на сегодня хватит. Уже пять минут седьмого. Надо готовиться на большее. Спаси Христос. Спаси Христос вас. Спаси Христос. Продолжение следует...